Девушки отдыхают Мы в таких условиях, чертежей нет Парковка есть, мест нет Можно ли занимать стоянки для инвалидов здоровым людям? Вы инвалид? Вы перевозите инвалида? Нет, не инвалид За лес и против карьера Жители Лузы хотят сохранить сосновый бор Поддержать предпринимателей в непростой экономической ситуации Такая задача стоит перед Министерством предпринимательства, торговли и внешних связей области Сегодня представители нового ведомства поделились планами В первую очередь, говорят, будут помогать финансово Уже сейчас в области действуют пять программ По которым бизнесмены могут получить денежную поддержку На эти цели в соответствующем фонде в этом году был заложен 1 миллиард рублей Например, могут руководители кировских фирм и организаций Попросить в областном фонде на Динамовском проезде 4 Льготный кредит под 7,5% годовых Таких условий нет ни в одном банке области Еще, говорят специалисты, для региона важно, чтобы на предприятиях происходила модернизация Техническая и технологическая Поэтому для бизнесменов через две недели стартует программа льготного лизинга Ее суть заключается в том, что мы будем возмещать предпринимателям От 20 до 50% затрат на приобретение оборудования по сделкам лизинга В это же время, через две недели, впервые в Кировской области стартует программа Она так и называется программа технической модернизации малых производственных компаний Ее суть заключается в том, что мы будем предоставлять возмещение половины затрат Связанных с приобретением новых технологий для малых производственных компаний Отвечает новое министерство предпринимательства и за ярмарочную торговлю в регионе Правда, сегодня министр и замминистра сказали, что никто из предпринимателей С самой известной ярмарки города на Комсомольской площади к ним не обращался Хотя работать там бизнесменом осталось чуть больше двух недель Договор аренды заканчивается 31 августа Куда планируют переезжать предприниматели и будут ли им чем-то власти помогать? Смотрите далее Не работают, дорабатывают именно такое настроение сейчас у предпринимателей на Комсомольской площади Договор аренды подходит к концу И через 19 дней торговые павильоны попросят освободить Городские власти планируют здесь оборудовать парковку Предприниматель Эдуард признается Переживает в этой ситуации больше не за себя, за покупателей А куда пойдет, в магазине по 100 рублей будут помидоры покупать, что ли? Где теперь торговать будут, многие не знают Хотя должны бы, уверен экс-глава Ленинского района А ныне министр развития предпринимательства и торговли Алексей Вершинин О том, что ярмарка закрывается, было известно еще несколько лет назад Существует план реконструкции при вокзальной площади, который им известен И они каждый раз говорили, ну давайте пока техника не зашла делать эту парковку Мы будем торговать Поэтому очень короткими периодами им продлевался время пользования этим участком И они в то время готовы были уйти оттуда, как только зайдет строительная техника Что изменилось сейчас, чиновники говорят, не понимают В администрации города рассматривают жалобы от предпринимателей В основном они касаются будущего места работы Проблему эту власти уверяют, что решают Например, сейчас уполномоченный по правам бизнесменов договаривается с торговыми центрами О том, чтобы предпринимателям с ярмарки выделили места Причем примерно по таким же ценам, которые были на Комсомольской Довольно многие торговые центры сегодня, не те, которые, скажем, находятся на центральных местах А такие периферийные, в общем, испытывают там сложности в заполнении с арендаторами Поэтому, если, условно говоря, необходима адекватная цена, низкая цена арендной платы То в таких торговых центрах предприниматели могут и предоставить места Правда, и проходимость в таких периферийных торговых центрах будет невысокая, а значит и выручка Боятся бизнесмены Комсомольская площадь – место, что называется, раскрученное Есть постоянный покупатель Ну вот рыба, фрукты, овощи, в общем, здесь все нормально И обслуживание здесь тоже нормальное Приезжают с района на электричках, они заскочили, там что-то купили И поехали, чтобы закрывали Во-первых, близко, во-вторых, здесь не так уж и дорого А чтобы поехать на центральный рынок, как бы, для нас это сложновато И так говорят практически все посетители этой ярмарки А вот в администрации города провели свой опрос И теперь уверяют, что кировчане за парковку здесь и против торговли Кого именно опрашивали, бизнесмены не понимают Поэтому с замиранием сердца ждут 31 августа И рассматривают все предложения от властей, чтобы без работы не остаться А еще надеются, что чиновники, может быть, передумают И парковке предпочтут место, куда кировчане Со всех районов города и даже области приезжают за овощами и фруктами по низким ценам На парковке, которую обустроят на Комсомольской, по закону должны появиться и специализированные места для автомобилей инвалидов Правда, практика показывает, часто такие места бывают заняты машинами вполне здоровых кировчан По закону штраф за такое нарушение составляет 5000 рублей, но это мало кого останавливает Почему? В теме разбиралась Екатерина Зубарева По закону на каждой парковке должны быть отведены специальные места для людей с ограниченными возможностями И у торговых центров, и у культурных и социально значимых объектов Однако в нашем городе этот закон соблюдается не везде К примеру, это парковка на улице Московской На протяжении 200 метров стоят машины И нет ни одного места, где мог бы остановиться инвалид На этой парковке на Карла Маркса места для людей с ограниченными возможностями есть Правда, заняты они машинами здоровых людей По крайней мере, специального значка, который бы говорил об обратном, на авто нет В погоне за свободным местом водители постоянно нарушают правила, оправдываясь собственной невнимательностью Не всегда ты можешь глаза, вот я сейчас смотрела, мне нужна была парковка Я не могу смотреть в сторону и в то же время наверх Но незнание правил или нежелание их соблюдать не освобождает водителей от ответственности Поставить на каждую парковку сотрудника ГИБДД, который бы следил за местами для инвалидов, невозможно Поэтому чаще всего полицейские работают по обращениям граждан, а они поступают еженедельно Но, несмотря на штрафы, здоровые люди продолжают занимать не свои места Здесь, конечно, самое главное, это неуважение не то, что к себе, это неуважение к окружающим, неуважение к правилам дорожного движения Человек, который пропарковал машину, эту парковку, он прошел 10 метров, они ему не сложны Он может пройти еще 20, еще 30 Для инвалида этот путь может оказаться уже непреодолимым Оригинальный способ борьбы с водителями, которые паркуются на местах для транспорта инвалидов, придумали за границей В Бразилии активисты полностью обклеили авто такого нарушителя стикерами Подойдя к автомобилю, водитель начал быстро срывать наклейки Но сделать этого ему так и не удалось В итоге, опозоренный под крики и свисты толпы, он уехал с места инцидента Однако в нашей стране на защиту инвалидов общественность встает нечасто Нас все к этому не приучили народ Вот и все, менталитет такой Екатерина Зубарева, Николай Шихарбеев, Бюро новостей Давича 250 тысяч рублей за самовольную постройку Компанию «Союзстрой-7» штрафовали за незаконное строительство дома по адресу Мира-23 Напомню, застройщик вместо двухподъездного жилого дома возвел на одну секцию больше Причем разрешения на это получено не было Еще в июне в дело вмешалась прокуратура Октябрьского района По закону «Самострой» имеют право снести Но администрация города все же выдала застройщику разрешение на уже построенный третий подъезд В итоге строительная компания получила только штраф в 250 тысяч рублей Многоквартирный дом на Мира-23 планируют сдать в 2016 году А вот застройщика, который возводит детский сад в Слободе-Никольской рядом с Ганино Пока не наказали, но могут Строительная компания, по мнению местных жителей, нарушает правила благоустройства Стройка не огорожена забором Но на это у рабочих есть веская причина Какая? Знает Ксения Фрик Мы здесь работаем всего 12-й день 12-й Но по правилам благоустройства уже в первый день Рабочие обязаны установить по периметру стройки двухметровый глухой забор И только тогда можно начинать работать Но спустя две недели здесь до сих пор нет ограждений Зато фундамент будущего детского сада уже почти готов Ничего вообще нет, никак не огорожено Туалет нигде не поставлен И это так неприятно На стройке обязательно туалет, они же в пусты ходят Но это еще не самое страшное, рассказывают строители Они просто вынуждены испытывать такие неудобства И работать без разрешения, и чертежей тоже вынуждены Признается прораб Ведь администрация города им поставила задачу стараться и строить И это поважнее какого-то забора и документов Вот чтобы успеть к концу года, так мы должны были начать еще раньше У нас нет документации, ни разрешения на строительство Мы в таких условиях, чертежей нет А как вы начинаете без чертежей? А потому что заставляют город, заставляют Садики-то нужны Дожидаться появления забора – это значит задерживать строительство, объясняют рабочие А это недопустимо Сдать объект они обязаны уже к концу этого года Вместе с отделкой, мебелью, детскими площадками, а это 10 веранд И новыми тротуарами На все меньше пяти месяцев Поэтому, как и было велено, они стараются, строят, но нарушают Производство строительных работ без ограждения невозможно За это предусмотрена административная ответственность Внести бы изменения в право внешнего благоустройства И привлекать к ответственности не производителя работ Не подрядную организацию, а правообладателя земельного участка То есть заказчика, а в данном случае администрацию города Но пока ответственность несет только сам застройщик Доски для забора, по словам строителей Власти предоставили только накануне, и то не все В ближайшие дни часть забора они, конечно, установят Но сначала вырубят деревья А пока за порядком на стройке следит кавказская овчарка И тоже старается Ксения Фрик, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давичи Еще на одной городской стройке сегодня побывали чиновники Этим летом в Александровском саду ремонтируют ротонды и сам вход в парк Что изменится и когда можно будет увидеть обновленные объекты Им расскажет Екатерина Зубарева Уже третий месяц в Александровском саду кипит работа Там реставрируют ротонду Год назад при текущем ремонте было замечено, что она наклонилась и нуждается в реконструкции Самое главное, что нужно было сделать, укрепить подпорки, на которых держится объект Сейчас подрядчики продолжают работать После реконструкции колонны покроют штукатуркой и покрасят Мы еще рассмотрели возможность подсветки двух ротонд, чтобы их можно было наблюдать не только находясь в Александровском саду, но и с набережной Грина, со стороны Дымкова, с той стороны реки Вятки Не капитально, а скорее косметически отремонтируют этим летом и вторую ротонду, а также вход в Александровский сад Всего на ремонтные работы из городского бюджета было выделено около 5 миллионов рублей Когда сталкиваешься с объектами культурного наследия, ну честно, совершенно другое к нему отношение Что могу сказать? Гарантии мы свои выполним, сроки мы свои выполним Может быть досрочно, как сказал Дмитрий Владимирович, постараемся сделать этот объект, чтобы порадовать горожан наших По плану завершиться работы в Александровском саду должны к 10 октября, но чиновники надеются, что сроки эти сократятся И посмотреть на обновленные объекты культурного наследия можно будет уже в конце сентября Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича Получил деньги за то, что не стал участвовать в аукционе Кировские полицейские задержались по личным руководителя предприятия По версии следствия, изначально для участия в аукционе на поставку продовольствия для бюджетного учреждения Заявилось две фирмы Руководитель одного из предприятий предложил другому победу в аукционе за 250 тысяч рублей То есть за эти деньги предприниматель готов был отказаться от участия и тем самым дать возможность победить своим конкурентам Так он и сделал После того, как мужчина получил незаконное вознаграждение от своих конкурентов, его задержали Теперь руководителю предприятия грозит крупный штраф и до 7 лет лишения свободы В Кирове пропал без вести 35-летний Константин Усатов По данным полиции, 18 июля 2015 года Усатов ушел из дома на улице Свердлова И до сих пор о нем ничего не известно На момент пропажи Константин был одет в кепку темного цвета, сине-черную футболку, серо-синие шорты На вид мужчине 35 лет, его рост 170 сантиметров, полного телосложения Волосы темно-русые, короткие глаза зеленые На левом плече шрам длиной около 5 сантиметров Всех, кому известны обстоятельства исчезновения Усатова, просит сообщить об этом по телефону 02 О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре Почти 63 миллиона рублей пойдет на поддержку малого предпринимательства Такую помощь окажут бизнесменам в моногородах Субсидии будут выплачены за счет областного и федерального бюджета Муниципалитеты смогут предоставить гранты начинающим предпринимателям Средства пойдут на покрытие арендной платы, а также на возмещение затрат на приобретение оборудования Кстати, завтра в правительстве пройдет совещание по оказанию финансовой поддержки моногородам За полгода на рынках и ярмарках каждый житель области потратил 291 рубль за месяц Такую статистику опубликовал Кировстад В целом на долю ярмарок и рынков приходится 2,7% от всей розничной торговли Большую часть мест занимают продавцы мяса и птицы Это 22% всех торговых мест Следующие в рейтинге торговцы швейной продукции, а также овощами и фруктами Огонь уничтожил крышу, стены и имущества жителей дома в деревне Галамидово в Советском районе Пожар произошел накануне Деревянный дом тушили 7 спасателей и местные жители Пострадавших нет Причины возгорания сейчас выясняются А в Котельническом районе загорелся автомобиль «Шевроле Нива» Спасти машину не удалось Хотя пожар тушили 6 человек и 2 единицы техники На этих кадрах видно, автомобиль обгорел полностью Водитель не пострадал, машина во время пожара была на стоянке Кто будет платить за вывоз городских свалок и за что борются жители Лузы Об этом мы не только расскажем во второй части нашего выпуска А пока ненадолго прервемся Это давеча продолжаем выпуск Со следующего года в области изменится порядок сбора, вывоза и утилизации мусора Часть полномочий перейдет от муниципального на региональный уровень То есть координировать всю работу в сфере обращения с отходами будет областной центр В итоге уверены экологи, несанкционированных свалок на селе станет меньше Потому как появится больше единых полигонов для бытовых отходов Область будет поделена на 8 так называемых кластеров В центре каждого будет построен полигон, а возможно и мусоросортирующая станция Этим займется региональный оператор, то есть областной центр Деньги же на строительство должны поступить от инвесторов А уже на местах муниципалитет будет за свой счет собирать и вывозить мусор Оплачивать эти работы будет население, в том числе и жители частных домов В городе Ли или в отдаленном населенном пункте от центра То есть все будут платить, как любую коммунальную услугу, в обязательном порядке Размер этой коммунальной услуги на сегодняшний день не установлен Говорить, насколько сейчас тариф увеличится от существующего Это тоже преждевременно, должны быть приняты нормы накопления, нормативы образования То есть с чего будет платиться, с квадратного метра, от численности проживающих, от домовладения Загрязнение соснового бора боятся жители Лузы Сейчас в нем начали разрабатывать песчаный карьер Люди рассказывают, после разработки подобных мест добычи в лесу появляются несанкционированные свалки Еще одно они не желают видеть Подробности далее Свалка отходов лесопиления, завод по производству асфальтового покрытия и пункт приема металлолома Все это уже давно окружило сосновый бор в Лузе Сейчас к перечню добавилась и разработка песчаного карьера Это и стало последней каплей для горожан Они уверены, этот сосновый бор – легкие Лузы Получается, в круговую нас обложили, мы этим всем дышим Бывшие карьеров, у нас очень много бывших карьеров там, значит, которые потом превращаются в свалку Дело в том, что мы уверены, что вот они выработают и потом начнут возить туда мусор А нам жить среди этих карьеров Да и последний клочок леса, который находится близко к городу Два года назад администрация Лузского района выносила вопрос о разработке карьера на повестку дня Тогда депутаты выступили против Однако, несмотря на это, сейчас в Бару активно идет работа Там в ближайшее время появится три больших карьера Жители Лузы писали обращение губернатору Кировской области Посылали письма и в прокуратуру Кировской области, и в прокуратуру Лузского района Как утверждают в Управлении имуществом и земельными ресурсами города Луза Все имеющиеся документы на разработку карьера есть Строители не нарушают закона Жителям же пока только остается ждать результатов прокурорской проверки Прием заявок на участие в конкурсе «Торговая марка года» продлили по просьбам предпринимателей Срок сдвинули до 20 августа Напомню, благодаря этому конкурсу уже в конце года Население города узнает название лучших компаний Кирова Как обычный потребитель пользуется итогами конкурса Расскажем далее Выбор – это безусловное право потребителя У предпринимателя общепризнанный в городе знак качества, значит будет у него и доход Мне было очень приятно наблюдать в прошлом году, что мое любимое кафе, именно получила диплом торговая марка У них очень хорошая кухня, обслуживание на высшем уровне Ну знак качества, он всегда был знак качества, значит продукция очень хорошая Всегда убираешь лучше, чем вот мнение, мнение все равно нужно прислушаться к мнению, правильно ведь? К мнению эксперта? Конечно, конечно, обязательно Всегда ориентируюсь при выборе, например, магазинов детской одежды, мне очень важно это как маме, на то, есть ли у магазина диплом в этом году или нет А это уже работа членов независимой комиссии торговой марки года К их мнению затем и прислушиваются кировчане Отправляясь за покупкой в парикмахерскую, на автозаправку, куда угодно История конкурса показывает, распоряжая своими средствами потребитель готов принять совет тех, кто разбирается в товарах и услугах Они уже готовы стать проводниками в сфере бизнеса Эксперты торговой марки начинают работу уже в сентябре И у тех, кто готов заручиться впоследствии поддержкой потребителя, еще есть шанс Прием заявок на участие в конкурсе от предпринимателей продлен до 20 августа Сегодня ночью в небе можно будет наблюдать уникальное явление – метеоритный поток Персиды Из-за неяркой луны звездный дождь будет виден особенно отчетливо Лучше всего, специалисты говорят, это явление будет видно после 9 часов вечера в сельской местности У меня на этом все, я с вами прощаюсь В студии работала Светлана Калышницына До свидания Редактор субтитров А.Семкин